Добрый день уважаемые зрители и подписчики моего канала. В этом видео я расскажу вам о том, как с помощью возможности материнской платы можно подключиться к беспроводной точке доступа Wi-Fi либо к любому другому Bluetooth устройству. Эта возможность реализуется на материнских платах с помощью присутствия, наличия разъема M2 и соответствующей платке расширения, которые эти возможности осуществляют. Показывать я это буду на примере материнской платы под процессор Xeon E5. Это у меня машинист X99MR9S 6 версии. Но в принципе то же самое касается. Я пробовал на материнской плате Huananji X99F8 и то же самое, все аналогично будет работать и применимо к современным любым другим материнским платам. Итак, вот он у нас здесь находится разъем на этой материнской плате. Видно, есть один более высокий порожек. Это подключение SSD диска. А ниже находится разъемчик для подключения M2 устройств. На материнской плате Huananji X99F8 сделано немножко по-другому. И мне кажется, что лучше этот разъем M2 вынесен сбоку отдельно и друг другу эти два устройства не мешают. Но в принципе на этом материнской плате тоже все будет работать. Первым слоем будет идти наш Wi-Fi модуль, а вторым уже будет подключаться SSD устройство. Итак, вот так вот оно выглядит. Я купил эту маленькую платку. Он тут в комплекте. Видно, есть самоплатка присутствует. Крепежный элемент и на всякий случай болтик. Так, этот модуль довольно маленький. Видите, он вообще практически, ну не микроскопический, но тут где-то 2 на 3 сантиметра. Он очень маленький модель. Так, чтобы фокус камеры поймал. Так, ну к сожалению, камера не ловит. Да. Ну в общем, это у меня модуль модель AX200 NGW стоимостью в 10 долларов. Довольно современное устройство. Ну есть по намее, по получше. Чуть подороже стоит. Ну в принципе это устройство не очень дорогое. Также видим у нас, значит, есть контактная площадка. Это та сторона, которую мы будем вставлять в разъем. Здесь у нас объемника для крепления. И вот здесь у нас есть два маленьких разъемчика. Это для подключения антенн, для того, чтобы Wi-Fi, ну, была лучшая связь, был более стабильный канал связи. Вот, у меня в комплекте таких антеннок не было. Но в принципе, могу сказать, что Wi-Fi соединение работает и без этих антеннок. По крайней мере на расстоянии пары метров от роутера, который раздает Wi-Fi. Также этот модуль, кроме того, что поддерживает интернет-соединение с Wi-Fi вплоть до шестого поколения, он также поддерживает и Bluetooth версии 5.2, что удобно. Не нужно покупать отдельно Bluetooth. В итоге, если вы планируете что-нибудь такое купить, вам достаточно купить эту платку, и у вас будет как бы два в одном. И Wi-Fi соединение модуль, и Bluetooth соединение тоже модуль. Вот, антеннки, ну, можно купить отдельно, они тоже относительно дорогие. Не знаю, доллара 3, наверное, 3-5 долларов, да? Вот, давайте еще раз покажу, вот так оно выглядит. Так, давайте покажу, как оно вставляется. В принципе, тут ничего тайного, секретного нету, но многие люди не знают, и этой возможностью не пользуются. У меня у самого не было какой-то необходимости его покупать, просто ради интереса узнать, как это все реализовано, как это работает. Вот, показываю вам. Итак, вот наш модуль. Мы его аккуратно... Аккуратно, аккуратно... Так, оно у нас заклеено. Я свой модуль испытывал на материнской плате Huan Ange. На материнской плате машинист. Это у меня в первый раз, поэтому... Немножко придется подождать, пока я сниму наплеечку. Так, в сторонку. Так, берем наш модуль. Вот, и вот так. Так, вон, видите, вставляем... Стоп, да, извиняюсь. Забыл. Крепежный элемент, выкручиваем болтик. Так, снял. Теперь вставляем наш модуль. Так, аккуратно его, чтобы полностью зашел в паз модуль, да, зашел. Немножко пружинит, нажимаем. Берем наш... Болтик. И вкручиваем, да. Так, все закрепили. И вот наш модуль установлен. Все прекрасно. Для дальнейшего использования мы включаем наш компьютер. Загружается операционная система. И она должна автоматически узнать это устройство и установить драйвера. У меня установлен Windows 10. Точно вам сборку не скажу. 64-разрядная. И там была проблема в том, что Wi-Fi модуль драйвера установились. Но при этом Bluetooth модуль не работал. Был конфликт драйверов. И эта проблема решилась тем, что нужно было обновить пакеты драйверов для Windows 10. После обновления это типичная проблема. Она написана на своем сайте Microsoft. Обновляем драйвера. И после этого все нормально распознается. Все начинает работать. Как я сказал вам уже, в принципе, без антенки тоже работает. Ну, на небольшом расстоянии. Если будет в другой комнате, то я думаю, нужно будет уже ставить антенки для стабильной связи. Работает оно обычно. Допустим, как ваш ноутбук, как мобильный телефон. Ничего необычного. Все как стандартное. Единственное, что на этой материнской плате, возможно, тут будет стоять видеокарта. Тут будет стоять SSD накопитель. То оно может как-то влиять на качество связи. Плюс дополнительный нагрев. Ну, нюанс. Не знаю, ли это будет так. Ну, просто наговариваю. Да. Также во время работы еще скажу, что само устройство нагревается до градусов приблизительно 40. Ну, что ж. В принципе, по этому модулю я сказал все. Тут ничего сложного нет. Если вам есть такая необходимость, покупайте. Легко устанавливайте сами. Запускайте. Не пользуйтесь. Наслаждайтесь. Ну, а это видео вам подошло к концу. Если вам понравилось и видео было полезным, как всегда ставим лайки. И подписываемся на мой канал. Всего хорошего. До свидания.